Звёздный завтрак на Радио Шансон. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Я не пройду кастинг, там очень жёстко, всё очень жёстко. Ребят, ну доброе утро, здравствуйте. Доброе, доброе, доброе утро. Как настроение с утра пораньше? Где Ефимова потеряли? Он где-то едет. На дороге очень сложно, я так понимаю. Слушайте, ну давайте прям сблить с опроса и начнём. С чего начинается ваше утро? Миш, твоё с чего начинается? Ребёнка в школу. Ну подожди, а до этого там... Чай, кофе? Чай, кофе? Чай, кофе? Чай, кофе? Чай, кофе? Максим, у тебя как? Что у тебя? С утра. Если моё утро происходит утром, то умыться, наверное, первым делом. Так, а потом? Логично. А потом? Пробежка, пробежка. Пробежка? Ты каждый день бегаешь? Три дня. Три дня в неделю? Ну видимо помногу, да, чтобы успеть восстановиться. Ну да. А ты вокруг дома? Да, ну конечно. Вокруг домов. Вокруг домов даже? Как интересно. По третьему кольцу. А что у тебя в наушниках играет, когда ты бежишь? А я без наушников, так. Так скучно же. Мысли больше нет, наоборот. Чтобы машины видеть, которые сигналят и слышать. Так, хорошо, вот отвели вы детей, побегали. Вы друг другу пишете вообще в WhatsApp? Ну мы списываемся, да, там, по каким-то нашим рабочим лесоповальским делам. А так, ну если что-то прям, что-то очень срочно нужно... Есть ли какой-то чатик, лесоповальчик там? Конечно, конечно, конечно. А как он называется? Кто в этом чатике? Лесоповал, так он называется. Кто админ этого чатика? У нас наш директор Игорь Барыкин, он там все контролирует. И с памятью там всякой ерундой категорически запрещено. Только по работе. А есть ли чатик без Лидии Николаевны? Без директора? Я не в курсе. Может быть, и есть, но... Максим, на тебя так все сворачивает. То есть самый младший в коллективе... Максим молчит, значит, есть. Значит, есть. Самый младший в коллективе Максим, да, Максим? Сколько ты уже лет лесоповали? Два года. Два года. Ну как тебе, расскажи. Отлично. Как тебя приняли вообще? Приняли? Дедовщина чувствовалась, что ты пришел? Лидия Николаевна так все грамотно подготовила, что к моменту, когда она меня представила остальным участникам группы, так все было готово, я не знаю, что приняли как своего. Мне так показалось. Но прием был теплый, в общем, да? Ну да. Не пришлось адаптироваться длительно, там, втягиваться в процесс? Сразу был концерт, не было там какого-то там знакомства, представляем, сразу концерт и на концерт сразу все познакомились. Ну, потому что, чтобы голос показать. Все верно. Лидия Николаевна, если вы нас сейчас слушаете, мы вам передаем огромнейший утренний привет. Ребят, вы к Шансун году готовитесь? Расскажите. Готовимся, конечно. Репетируем новые песни, репетируем, отрабатываем движение пластику, ставим новые танцы. И вообще, конечно, мы ждем это событие очень-очень-очень, потому что для нас, как для такой группы, для нас это очень важное-важное событие. Ну, у вас еще на этой неделе будет важное событие в Яровид Холе, у вас же тоже концерт, да? Досвещенное дню рождения. Немножечко расскажете об этом концерте? Михаил Исаевич, кто-нибудь знает, что вообще будет там происходить? Мы прервемся на небольшую паузу, а потом поговорим о концерте 23 февраля в Яровид Холе. Мы ждем девчонок 23 февраля в Яровид Холе на большом концерте группы «Лесоповал». Дело в том, что в этом году исполняется ровно 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танча, и вот в память о легенде русского шансона группа соберется в Яровид Холе, и наконец-то коллектив уже тут собрался. К нам Илья Ефимов присоединился. Все, их теперь трое. Да, Илья, привет. Сейчас они похожи на отсидевших Иванушек. Ну ладно. Такие бородатые, накачанные, в кепочках. Бородатый только я, и Том меня постоянно... Ну ты разговариваешь, видишь, как Миша. Так, ну рассказывайте, ребят, 23 февраля. У вас сейчас активно, да, вы катаете по стране программу, посвященную 100-летию Михаилу Танчу. Да, так точно. Давайте с какого концерта начнем поподробнее рассказывать? Ну вот Яровид Холла, конечно, интересно, чем порадуете? Что вы обычно исполняете в рамках этой программы? Песен-то много? Песен много, да, и всегда у нас идут баталии, какую песню поставить, какую песню убрать, потому что все песни не споешь же, да, на одном концерте. А с чего начинаете, Илья? Начинаем... Ну как, у нас... Начинаем с песни «Лесоповал», обычно. «Лесоповал», знаете же такую песню? «Лесоповал». Да, но в тех местах, где мы долго и постоянно, и регулярно выступаем, мы можем как-то и видоизменить, и как-то поиграть с программой. А вам важно, чтобы люди подтанцовывали песням, которые вы исполняете? Нет, абсолютно неважно. Мы и без них хорошо подтанцовываем. С тобой это понятно, Илья. Это и Миша, да, это говорит Миша. С тобой это понятно. Но вот бывает такое, что вот сложный зал? Вот сталкивались с таким, что прям вот вообще... Надо раскачивать. Не то, что сложный, бывает иногда непонятный зал. Допустим, там первое отделение, там 45 минут, час песен работы нашей, непонятен зал. Но вот на втором отделении все становится уже понятно, и бывают такие, вот это вот, особенно в отдаленных каких-то вот регионах, в малых городах. А ты в зал никогда не спускаешься с танцами? Ребят, скажите, спускается или нет? Да, спускается всегда, постоянно. Поднимается ли он оттуда? Вот что надо спрашивать. Сложно оттуда и обратно вернуться на сцену. А поднимается зачастую не один оттуда. А кто ваша аудитория, ребят? Кто ходит сейчас на концерты? Это женщины, мужчины? Может, вы заметили молодое поколение, Максим? Молодое поколение приходит. Прибавляет, да. Есть, как Илья сказал, места, где мы с какой-то периодичностью постоянно выступаем. И в последнее время замечается такая тенденция, что люди всегда сидят новые. То есть до этого как-то было какие-то, можешь, знакомые лица увидеть. Фан-клубы, да, преследовали? Да, сейчас вот последний концерт был вообще ни одного знака. Сейчас приеду говорить крайний. 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 Джован, не был последний. Илья, что необычное дарит, Илья, расскажи. Еду несут? Куклы. Куклы несут. Жидкую еду. Дарили же недавно фрукты, помнишь? Это борщ? Жидкая еда. А я вот хочу сказать, мне, мне вот, наверное, концерта три назад, где-то мы выступали тоже. Тебе далеко бритву надо подать. Подошла женщина в конце концерта. В конце концерта подошла женщина. Меня так сильно обняла. Я подумал, что, ну, вот, сфотографироваться, как обычно хотел. Она нет, она просто меня обняла. Она чисто ломала тебя просто. Она меня обняла, она мне сунула пятерку в карман. Да ты что? Сказала мне, что ты так напомнила моего сына. Он уже много лет сидит. Ух ты. Всех благ тебе и ушла. Я вообще, я... Ты был тронут. Вот до сих пор у меня... Слушай, расскажи мне, пожалуйста, что за медаль у тебя вот на пиджаке? Что это такое вообще? Это медаль моего деда. Так. Обычная медаль, посвященная... А на победу... Наше дело правое. Твоему появлению здесь... Наше дело правое. Мы победили. А, вот так вот. Ты сам себя поддерживаешь просто. Да. С утра. Ну да, так... Греет, греет. Хорошо, с Яровитом будем считать, что разобрались. На сайте яровithall.ru идет продажа билетов. Да, если вы хотите поучаствовать в этом грандиозном концерте, именно в такой неформальной клубной обстановке, весьма уютной и в центре Москвы, куда не нужно далеко добираться, то, пожалуйста, конечно, Яровит Холл вас ждет и группа Лисоповал вас ждет тоже. Идем далее. В марте, 24 марта, нас всех ждет ваш новый альбом «Сердцу не прикажешь», верно? 24 марта. Илья, рассказывай. Так, кто расскажет о пластинке, сколько песен на альбоме? «Золотое кольцо», песен... Я не скажу даже, честно говоря, у меня вот так идет поток песен. А «Золотое кольцо» это сейчас что такое было? Это место. Театр «Золотого кольца». А я думал, ты просто скучаешь по Надежде Кадыша. Включается, смотришь, чатик такой, о, это не чатик. Подсказочка. Так, значит, в «Золотом кольце» будет презентация. Сколько песен, значит, в итоге на пластинке? Кто-нибудь почитал? А кто-нибудь в руках держал? Это продукт готовый? Есть уже диск там, я не знаю, или что-то такое? Творческая натура, она не считает, она творится. Творит, творит, творит. Сколько надо? Ну, обычно такие концерты вот у нас вот сольные. По 40 там, по... По 24 песни в отделении, два отделения, да. То есть это примерно, примерно с антрактом примерно три часа идет концерт. Ну, в три часа концерт идет. Ну, это мы сейчас говорим про презентацию, я правильно понимаю. Да, да, это вот именно вот эти концерты, и причем... Презентация плюс там какие-то хиты. А, все, «Голден Хиттс» еще. Да, да, «Голден Хиттс» есть. То есть не только новое льго. Не только новое, потому что, ну, новое. Чтобы сегодня не только песни Лесоповала звучали, но еще и подарки Лесоповала были разыграны. У нас есть вот такая фирменная футболка, на ней написано «Лесоповал». Если хотите, чтобы она досталась вам, все просто звоните. 223-35-0-ка от Москвы-495. Звездный завтрак. Мы сегодня вместе с группой Лесоповал. Давайте пробежимся, где в ближайшее время коллектив появится. Ну, самое-самое близкое, это 23 февраля в «Еровид Холл». Да, дальше будет 7 марта. 7 марта, ребята, это уже, я так понимаю, концерт в Москворечии, правильно? ДК Москворечии. Да, ДК Москворечии. Кстати, билеты еще есть, так что, если вы нас сейчас слушаете, скорее на сайт этого ДК. А вообще волосы, 23-го поздравляем мужчин, да. 7 марта делаем прекрасный подарок девушкам, потом презентуем новую пластинку, 24 марта. И на шансон года появляемся. Все, красавцы, программа выполнена на весну, на весну точно. Да, так точно. Но при этом вы же еще колесите по стране, да? При этом есть еще и Пермь, Оренбург, Орел, Березники, Орел, Курск, Соликамск. Мне кажется, города появляются в ходе эфира. Просто мы сейчас сидим, так нас кто-то слушает и такие, о, пусть они к нам тоже приедут. Слушайте, ну вы шутники, потому что вот к нам из Волгодонска пришло сообщение от Кати. Мишаня, переодетый в полицию, проверил мой билет. Я так испугалась, что уже приготовила удостоверение. Вы что там делаете вообще на концертах? Так, Миш. Миш. Ну вообще, за эту тему я один раз получил по затылку мобильным телефоном очень сильно. Вообще, у нас есть песня «Допрос», и я переодеваюсь в сотрудника МВД, и хожу по залу, и проверяю билеты, останавливаю концерт, и вообще хочу закончить все это. Срывает концерт вообще. Срываю концерт, хочу закончить. Ну а люди-то тебя узнают или нет? Кто-то узнает, кто-то нет, но вот однажды в одном из городов не узнали, да, и подумали, что действительно пришел момент, и хочет все остановить, и засадил мне просто мобилой своей мне так в затылок, что я просто со звездочками в глазах доработал номер и, в общем-то, как бы и ушел за кулисы. Самое главное, что доработал. Слушай, у тебя самая, получается, рисковая должность в группе. У меня очень рисковая. Очень. Я уже и получил за эту должность. По шапке и получаю. Тебе нужно каскадера взять уже. Хватит подставлять свою шею под удары. Я подумаю на это. Он как Жеки Чан. Все на себя. Все трюки делают. И Том Крус тоже. Ну вот, собственно, от Романа, который напомнил нам о концерте в Москворечи, вопрос. С чем, в связи с чем происходит сменяемость состава коллектива? Ух ты. Ребят, ну расскажите. Что за ротация? Миш, наверное, к тебе, как к старожилу. Время, мне кажется, да? Ну, во-первых, во-первых. Двигатель. Да, во-первых. Природное явление такое. Природное явление. Коллектив. Ну, группе 33 года. Да, 33 года. Естественно, солисты вырастают, доходят до какого-то уровня. И кто-то уходит совсем. Кто-то продолжает сольную свою какую-то деятельность. Вот. И коллектив нуждается в новой крови. В новом каком-то, в новом... Подаче. Подаче. Ну, вот что-то новое хочется внести в коллектив. Ну, вот сейчас самый вообще молодой, мне кажется, да, состав. Вот если так посмотреть. Да, абсолютно. И возрастом, ребятам, я думаю, что работать лет 15-20 точно можно смело. Я не знаю, как по поводу новой подачи, у вас у всех она практически одна и та же получается. Потому что вы как подстраиваетесь по ту подачу, которая была 30 лет назад. Придумана Коржуковым. Ну, естественно, нужно поддерживать вот эту линию, придуманную Танищем и Коржуковым. Оно как ищешь, ищешь, но в итоге все равно приходишь к тому, что, да, стихи эти нужно сказать, донести важнее до души, нежели спеть как бы вообще. Илья, ты сколько уже в лесоповалем? Ой, пятый год, наверное, лишь. Пятый год. Ты сейчас как-то по-другому воспринимаешь стихи Михаила Танеча, чем пять лет назад? Ну, в любом случае по-другому, потому что мы все же растем, как-то развиваемся. А ты вот достиг того уровня, о котором Миша говорит в творческом плане? Ну, если смотреть вектор, куда вы клоните, ну, у меня еще очень много есть чему поучиться в лесоповале, вот так сказать. А чему? Что ты имеешь в виду? Это в плане подачи как текста, да, ну, то есть стихов, так и в плане каких-то музыкальных находок, разрешений. Хотя, ну, если брать широкий музыкальный спектр, типа шансон, это таком три аккорда, там, все дела, да. Но композиторы пишут достаточно высокого уровня, который у нас, да, в России. И они используют много всяких таких фишечек, которые, ну, просто как бы, вроде кажется просто, а так, на самом деле, там, сложные джазовые какие-то моменты. Поэтому... Ну, типа чеченочки сейчас наименьшую, да. Да, и еще, во-первых, ну, мне нравится исполнять это как... Есть, наверное, все-таки в каком-то подсознании или в генетике, или в прошлом у нас какие-то вот такие моменты, да, может, неразрешенные нашими предками, да, которые через меня, получается, разрешаются на сцене, вот, исполняя такой материал. Сейчас загнул, я сам ничего не понял. Я пытаюсь тоже... Главное, чтобы ты понимал, о чем говоришь. Ну, Илюха может завернуть. Философ. Илюх у нас философ. Максим, а ты себя на долгие годы видишь в коллективе? Я думаю, да. Вот так, чтобы по правде, по-честному. Тот стиль, который ты, вот, который ты окунаешься на сцене, он тебе близок? Он мне близок, мне и песни, которые я пою, очень мне близки, потому что Лидия Николаевна, допустим, когда готовит репертуар, предлагает репертуар. Не знаю, как с остальными она работает, потому что мы работаем поодиночке с Лидией Николаевной конкретно. Прямо серьезно? Ну да, прорабатываем сначала с ней, а потом все вместе. Слушайте, у вас все серьезно? Как интересно. Как у нас в утреннем шоу. Вас вообще не пускают друг друга видеть? Нет, ну просто так более продуктивно. Они друг друга видят только на концерте. Это более продуктивно, она, к каждому у нее свой подход, и она подбирает материал. И у Лисоповала песен много, она может предложить песен 30. До следующей репетиции скажут, что эти подготовь. Но это не значит, что все эти 30 песен подойдут лично мне. Вот моей истории, моему характеру. То есть Лидия Николаевна выбирает, кто будет солировать в той или иной песне, правильно или нет? Но получается не всегда так именно. Бывает, мы друг с другом меняемся. Договариваемся. Потому что получается, вот очень хорошая песня, я бы хотел ее спеть, но я ее пробую и понимаю, что Илюха, допустим, ее бы передал лучше. Ему бы она подошла вот прям конкретно. А до прихода в Лисоповал ты вообще какую музыку слушал? Да я и сейчас слушаю ту же самую, разную вообще музыку. И рок, и шансон, потому что шансон это... Рок отечественный или зарубежный? И зарубежный, и отечественный. Так Максим же вообще там был как-то связан, да, с оркестром военным, если я не ошибаюсь? Я сейчас связан. У тебя вообще внешность такая, на самом деле, военного человека, то есть со строевой подготовкой. Ты такой серьезный, сосредоточенный, короткая стрижка. Накачанные руки, все так у тебя четко и поустало практически. Вот кому ментата надо играть. Определился, Миша, молодец. Быстрый. А я напоминаю, что мы сегодня разыгрываем ценный подарок от группы Лисоповал, фирменную эксклюзивную футболку, мерч коллектива. Звоните 223-35-0, если хотите, чтобы она досталась вам. Звездный завтрак на радио Шансон. Большой коллектив во всех смыслах этого слова. Группа Лисоповал у нас сегодня в гостях. И мы сегодня разыгрываем мерч коллектива. А что это? Майка? Футболка? Футболка, написано Лисоповал, изображение Михаила Саевича в молодости. Если хотите, чтобы вам она досталась, не могу распечатывать. Нет, не надо распечатывать. Нет, мы хотели бы еще там расписаться. На футболке? Конечно. Вы уверены, что вы не испортите? Ну, это память будет. Наоборот, это украсит и придаст ценности. В общем, все просто 223-35-0, год Москвы 495. И у нас уже Алексей на связи. Алексей, утро доброе, здравствуйте. Доброе утро. Вы из какого города? Город Ноябрь. Город Ноябрь. Ух ты! И вот сейчас как раз с месяцами года мы поиграем немножечко. Все очень просто, Алексей. В каком месяце появилась группа Лисоповал? И мы дадим вам даже три варианта. Да, это был 90-й год. Там не будет ноябрьска, там не будет ноября. Но там будут март, декабрь и июль. Как думаете, Алексей, в каком месяце... Интуиция должна вам помочь. Да. Ну, Алексей, неспроста вы к нам позвонили. Можно размышлять. Давайте подумаем, если хотите. Он гуглит. Гуглит. А вы не сможете в интернете найти, нет, этой информации. Этой информации в интернете нет. Ее только что нам сказал директор группы. Ну, давайте, Алексей. Зимой, весной или летом? Зимой, весной или летом. Вам как кажется? Вот группа Лисоповал... Группа Лисоповал весной. Такая вот мужская, такая вот брутальная. Немножечко такая вот, мне кажется, зимняя, нет? Ну, и время года должно быть соответствующее. Уже направляем, Алексей. Была бы весенняя группа, но такая была бы там... Даже не Лисоповала была бы. Посмотрите мне часа, пожалуйста. Декабрь, март, июль. Декабрь, март, июль. Декабрь, я думаю. Хорошо, все. Ну, конечно, это декабрь. Браво. Аплодисменты. Браво. В город Ноябрьска отправляется фирменная футболочка. А у вас, кстати, только футболки в мерче или еще что-то есть? Расскажите. Книги. Может быть, есть стихи. Михаил Исаевич, нет? Магнитики. Стихи. Магнитики. Нет, что? Кепочек нет. Кепочек нет, да? Кепочки только у меня. Хорошо. Только эксклюзивно от меня. А так есть магнитики разные, календарики, наклейки, ручки, зажигалки даже были, закончились. Так, ну, Миш, раз ты заговорил, как старожил, у тебя вопрос. Но с ребятами-то все понятно. Там как бы вокал нужен был, когда их принимали в коллектив. А когда тебя принимали и еще одного танцора, какой-то был, я не знаю, там кастинг, мол, станцуй? Меня вообще не принимали. Мне позвонил Танич. Он уже тебя видел где-то, да, просто? Да, ему советовали меня через Ларису Долину, вот. И он мне позвонил как хореографу и попросил поработать с коллективом. Я не собирался в него вообще быть в нем. А не собирался почему? Ну, потому что у меня своей работы было очень много. Я занимался по хореографии практически совсем... А твой самый фирменный стиль танцевальный, это что там, я не знаю? Я все, все, все. Волк. Я хотел бы это посмотреть. Ну, было, было, было. Было? Тиктоник. Было, да, но не увлекаюсь я этим уже вообще. Как интересно. Я завязал с хореографией, вот, как хореограф я немножко с этим завязал, потому что я устал от этого. Да, в Лесоповале я еще делаю что-то, но я уже больше ничего не ставлю только для Лесоповала и для себя. А вот такие шоу, как «Танцы», там «Ты суперстар» тебе интересны вообще могут быть? Ну, я смотрю иногда, ну, прям вот совсем редко. Я прям настолько много, столько много хореографии назанимался, что вот прям вот мне как отрезало и все. Ты, конечно, на таком контрасте работаешь, потому что солисты, как правило, они стоят колом, да, ну, максимум руку. Ну, не колом. Ну, все равно руку к микрофону. Ребята, ребята. Вы там отжигаете, это же вообще... Правда, что танцоры скидывают вес во время концертов? Есть такое, да? Ну, конечно, я до концерта не могу есть, и после концерта вот нас везут на ужин, я не могу есть, потому что я все беру с собой, и ночью, где-то уже ночь, уже я, меня прям... То есть настоящие танцоры едят ночью, вот что, в чем секрет. Илья, не было желания тоже взять и в пляс спуститься? Ну, ты же тоже, наверное, двигаешься. Мне кажется, Илья... Не, он делает, делает, мы делаем какие-то па иногда, вот прям... Ну, вот Миша учит меня, ведет по этому пути движения телом. Да ничего не учит, ты талантливый парень, ты прям сходу, прям на концерте схватываешь движение, и вообще кайфово от этого, конечно. Максим, ты тоже там в плясах? Конечно. Да, тоже запускаешься? Да, там невозможно устоять просто. На некоторых песнях. И, кстати, Аня, это заблуждение было, что... Что солисты стоят колом? Нет, то, что в случае с нами было понятно, что от вас нужен вокал. Так, расскажи, расскажи. То есть тебя брали как танцора все-таки? Не, не. Я когда пришел первый раз к Лени Николаевне... Я не знаю, как было у Илюхи, потому что мы не пересекались, говорю. Год прошел после того, как я начал работать с Лени Николаевной, только потом она меня показала парням. И я ей когда спел, на тот момент я думал, я умею петь. Я пришел там после армии, после военного ансамбля. Она посмотрела на меня, сказал, ты что делаешь? Здесь твой голос, говорит, не нужен. Вот так она сказала. Поэтому... Какова была твоя реакция? Ты заплакал, что ты сделал? Нет, я не мог понять. Почему меня так унижают? Что теперь? Что делать? Что будет? Почему так? Но она потом все объяснила. И это было действительно так. У тебя появился какой-то... Я просто... Педагог по вокалу, что ли? Нет? Да, это Лени Николаевна. А, то есть она в качестве педагога выступила и поставила тебе... Она сказала, если хочешь двигаться, если хочешь развиваться... То иди. Если хочешь двигаться, иди. Я готова с тобой заниматься, лишь бы было у тебя желание. Слушай, а на год с тобой чем занималась? Слушай, молодец. Подожди, вы как-то репетировали песни? Конечно. Целый год? И я в корне вообще переучивался исполнению. То есть теперь, если ты придешь в хор военный, тебе скажут, нет, ты нам не подходишь. Все нормально. Давай мы тебе еще год получим. Просто я открыл для себя еще очень многое и сравнил записи, те, которые я делал изначально, когда я Лени Николаевне показываю, кто я вообще... И сейчас, да. И сейчас это вообще разные вещи. Давайте послушаем, как Максим сейчас поет. Давайте послушаем, Максим. Да, песня «Кассирша». Ты же, да, солируешь в этой песне, Макс? Да. Ну, хорошо, тогда слушаем. «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Группа «Лесоповал» у нас сегодня в гостях. Напоминаем, что 23 февраля, это будет уже вот на этой неделе, ребята, появятся в Яровид-холл. Далее концерт будет, напоминая, Артем, в Москворечье 7 марта. Да, 7 марта в Москворечье. Потом презентация нового альбома 24 марта. И 22 апреля «Шансон года». Это «Лайф-арена» и это «Шансон года». Ребята, а вы же еще не выступали на «Лайф-арене» или уже выступали? Нет, не было еще. Не было. Как вам вообще вот такие большие концертные площадки, как вот огромные стадионы? Что больше нравится, кстати, большие площадки или площадки маленькие, уютные, камерные, такие вот, типа, как Яровид-холл. Она очень такая маленькая. Смотря какой зал. Если зал стоячий, да, где танцпол, огромный танцпол, то тогда, наверное, нет, потому что у нас нужно сидеть, слушать или там сидеть за столиком, слушать, расслабляться. И если... А не напрягает, когда люди едят, а вы поете? Вообще не напрягает, просто вообще. Наоборот, люди расслабляются, и когда они доходят до определенной кондиции, они выходят в зал и уже начинают там поднимать руки, подпевать вместе песни, танцевать и... А когда народ на сцену к тебе лезет, ты как к этому относишься вообще? Да он их сам туда приводит. Зачем? Миша, вот ребята задают вопрос, зачем ты это делаешь? А чтобы другим было забедно. А чтобы... Илья, что сейчас просят больше всего? Какую песню? Это так и остался «Белый лебедь»? Ну, «Белый лебедь», конечно, остался, мне кажется, до сих пор главным медляком русскоязычного населения нашей планеты. Главным хитом России. Что у народа вот сейчас вот фавория, скажем так, какие песни на бис просят вас петь? Явно же новые песни тоже они вошли в массу. Да, «Дворы» нравятся людям. Хорошая, кстати, песня. Да, «Дворы» нравятся. «Шмон». Вот причем у нас младшее поколение почему-то «Шмон» заказывает. Это, я не знаю, со школой как-то связано, их телефоны отбирают. Будем надеяться, что это не связано с АУИ, вот этими малолетними всякими организациями. Девочка. Потому что мы против всего этого, мы за культурное воспитание наших детей и нашего подрастающего поколения. Ребята, у нас уже, к сожалению, заканчивается время. Мы хотим еще раз выразить огромную признательность за то, что вы, несмотря на сложное утро, на сложную ситуацию на дорогах, все-таки нашли в себе силы и все-таки приехали на «Радио Шансон». Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Хороших выступлений впереди. Ну и, конечно же, той самой заветной статуэтки «Шансон года» 22 апреля в руках на лайф-арене. Кстати, на сайте «Радио Шансон.ру» идет продажа билетов. Звездный завтрак на «Радио Шансон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова